приветствую на канале asma day play продолжаем играть готика 3 загрузить третий день 4 день а там просто в город прибыл загружаемся но это остается что я могу подойти отсюда правильно будь здоров мы многим тебе обязаны ладно надо объявлять уже что город нормальный и так я пока бегал случайно думал это собирательством позанимался пока не записывал и случайно наверно выполнил одну миссию в чем она заключается она заключается в собирании ящики торговца всего их не знаю сколько надо 9 или 6 но я собрался не ошибаюсь 6 раз я вам покажу расскажу где что и как я собрал они находятся у одного из главарей банды вот и находятся они пещере сейчас минут первым пища ох а я судаки тут эти не смотрел не замечал их ранее взять все и взять конечно же все так вот там у нас город видите да а вон она пещера и вот в этой пещере там бандиты находятся там же вы найдете три ящика другие три ящика сейчас я покажу где они находятся сразу три-четыре миссии наверное сделал за это время кабунов убил отряд торгов раз хреначил еще и с ящиками с этими не собираетесь вообще надо вот этот а как бегаешь на хрен а точно может какого-то лекури пригодится так что это все может быть пригодится ну вот а мой под путевой зовут симба я уже умуму из-за вредности так вот у нас лагерь непростанцев сейчас я покажу где он располагается да я уверен что вы большинство то знаете посмотрите еще один взять сюда я уже вот выучился после того как это углевого оленя нашел на последнего выучился так ладно так в лес мы сейчас сюда пойдем этим дружелюбным это говорю тут можно играть как за людей так за урков так и за ассасинов ассасинов я не люблю из-за того что у них это как стать работорговля ну понятно люди восточные френы сами работают и не хотят и так раз покажу расположение так он там доме где у нас лестер городок домик и еще три ящика находятся вот здесь вот там их трое что ли бандитов охраняют где-то там прицели на хрен я не вышли на свободу так олеги и рога блин а вот смыгай что запчасти собрать что ли если они конечно еще остались этот фермера мы сейчас не лучше только поможем все по порядку будем делать задание можете брать что у тех что у других разницы никакой нету где вы будете у кого учиться все равно говорю всему обучиться тут не получится пойдем сейчас у нас миссии как автоматически начнутся делаться тоже не видела тут фундук разбросал но как спрятал давай так сохраняюсь может быть тебе и все равно ты не выглядишь как дровосек я думаю твое место скорее среди воинов пищи как идут дела не так хорошо как хотелось бы дикие кабаны не дают нам я уже сказал об этом воинам но у них в голове только война с орками если эти твари не исчезнут мы не сможем работать а кстати вот я их убил на прошлом ими кабанами покончили можете спокойно приниматься за работу наконец хоть кто-то из вас позаботился о наших проблемах спасибо тебе воин вот тебе мое золото тебе нечего делать о как заговорил сразу дурила из дурила как заговорил правка тут как растет он они кабанчики лежат далеко ходить не надо нет еще мех северного волка надо будет я точно помню потому что его где-то ассасины потребует потому что у них там это редкость же там же южные страны песок будет в домах у них поверьте мне ничего такого особенного и нету когда бродишь по здешним лесам надо быть очень осторожным у орков повсюду есть свои разведчики расскажи мне об этих местах это самый крупный лагерь повстанцев здесь на побережье мы называем его редок здесь скрываются многие из тех кто сохранил верность королю и кого еще не поработили орки надеюсь ты не орочи разведчик иначе мы быстро с тобой разберем я тебе так и рассказал прямо орки ничего не знают об этом лагере если бы орки знали что мы здесь прячемся они давно бы нас поубивали расскажи мне о вас повстанцах мы единственные свободные люди в мертане которые еще сражаются с орками самая большая наша проблема здесь на побережье это орочи патрули прошлой ночью они подходили очень близко к лагерю а где сейчас эти патрули один постоянно перемещающийся патруль орков сейчас находится между нами и ордей второй обусновался на ферме что по пути к обдуну если мы не разберемся с патрулями рано или поздно они обнаружат редок ну так рука с теми людьми которые работают на орков большинство из них рабы но есть и наемники из людей и можно свободно передвигаться среди орков в определенных пределах разумеется надеюсь ты не решаешься с ними откуда наши так давайте-ка сначала на ферму придем раз хреначим блин алебарда есть а навыков владения алебарда и нету свинки будет не делай глупости чужак иначе орки нас накажут не нас от тебя что ты здесь делаешь я раб орков я работаю на этой ферме лесорубом спину согнул перед ними а я ведь кузнец черт побери но кузнеца орки и в грош не ставят если он человек так ты кузнец можешь научить меня кузнечному ремеслу интересно как без кузнецы извини но ты хочешь слишком многого найди мне кузницу где нет орков я покажу тебе что я умею понятно будет я освобожу тебя не говори глупости орки с тебя шкуру спустят это уж мои проблемы он там поди в доме еще сидит один можно их конечно выманивать по одному вот он что тебе тут нужно мора не лучше ли тебе работать в поле в твоих же интересах чтобы у тебя был хозяин иначе ты будешь принадлежать мне мне нужен ваш раб ты не в той ситуации чтобы что-то хотеть сейчас ты мне ответишь морра я должен идти мой хозяин уже ждет меня уходи быстро и больше никогда не приходи я буду следить за тобой моро не дай бог ты меня обманешь вот значит к ладно остановись здесь почему-то блин в ложно-то вкладываешь куда-то попал опа куда-то попал смотри дико эту тему был крашенос конечно все взять свиньи убежали тыс вам благодарю тебя я уже думал так и умру что мы теперь делать я что-нибудь придумаю хорошо я буду ждать тебя здесь давай жди меня пока здесь я пока свою долю возьму это еще что а ну прекратит ой да ладно стоять войс потом все потом как освободили так сразу волю почувствовал что а а а а а а а а Продолжение следует... 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 Так, Мак Что? Ах, это! Я немного пугливый, мне очень жаль Что я могу для тебя сделать? Кто ты? Меня зовут Себастьян, я алхимик в редаке У тебя одежда, как у магов огня До войны я был почетным магом огня Пришел день, когда мы, маги огня, потеряли свою магию рун И через некоторое время война закончилась Мантия, это все, что осталось мне от прежнего звания Почему вы потеряли свою магию? Я провел здесь немало бессонных ночей, пытаясь ответить на этот вопрос Я только знаю, что без магии рун мы не могли долго противостоять оркам Многие маги огня были убиты, а те, кто потерпели поражение, бежали в лес Что ты теперь будешь делать? Я останусь в редаке, буду изучать труды наших предков Легенды гласят, что древний народ обладал особым видом магии Она была абсолютно освобождена от таких средств, как наши руны, из которых мы получаем магию Расскажи мне побольше о магии древнего народа Точно можно сказать только то, что древний народ существовал И что в руинах до сих пор можно найти их артефакты Единственный путь узнать об их магии побольше Это открыть тайны их руин Все оставшиеся в живых магии огня исследуют древние знания Расскажи мне что-нибудь об алхимии Это единственный способ вылечиться и стать сильнее, не применяя магии Я не эксперт, но моих способностей хватает, чтобы обеспечить редак всем необходимым Расскажи мне поподробнее об артефактах древнего народа Орки, как обезумевшие, ищут эти драгоценные реликвии Каждый торговец в стране знает об этом и предложит тебе соразмерно высокую цену Многие артефакты имеют большую ценность и для нас, магов огня Например, огненные кубки Так, научи меня алхимии Научи меня алхимии Я сделаю это с удовольствием Только у меня не хватает ингредиентов, чтобы научить тебя Если принесешь мне десять целебных растений, я поделюсь с тобой своими знаниями Я принесу целебные травы Эти травы растут повсюду Я думаю, тебе не составит особого труда найти их Здесь десять целебных растений Замечательно Теперь я могу разделить с тобой свои знания Расскажи мне что-нибудь об алхимии Ты еще не готов к этому? Нет Продолжай в том же духе Хорошо Хорошо Продолжай в том же духе Продолжай Как изготовить огненные стрелы? Горящие стрелы гораздо эффективнее обычных Изготовить их просто Нужны стрелы и нужные ингредиенты Смешай последние на алхимическом столе Я хочу варить напитки манны А, напитки манны Их силы раскрываются в их воздействии Они являются источником чистой магической силы Существует много различных рецептов Приготовления этих напитков Достань один из рецептов Собери необходимые ингредиенты И вперед Ты еще не готов к этому? Хорошо Продолжай в том же духе Продолжай Хорошо Ты еще не готов к этому? Ну что, Налта? Хорошо Ты еще не готов к этому? Отсутствие клавы, варка зелий Расскажи мне что-нибудь о древней магии Ты еще не готов к этому? Хорошо Ну как так? Хорошо Продолжай Продолжай Ты человек любознательный Так вот Используй свое время И используй свою голову Она у тебя не только для того, чтобы шлем носить Как правильно использовать легкие доспехи? Нужно правильно их затянуть Хорошо затяни все шнурки, завязки и ремни Весь фокус в затягивании Бодосем Я хочу научиться бою на посохах Этот посох очень длинный С его помощью ты можешь удерживать врагов на расстоянии Если ты хорошенько ударишь Навряд ли кто-то сможет победить тебя Я хочу научиться лучше обращаться с посохом Твой противник всегда будет недооценивать посох Он не кажется таким опасным, как меч или топор Используй это Есть приемы, которые не выполнишь с мечом Если застигнешь противника врасплох Считай, что ты почти победил Покажи мне, как пользоваться магическими посохами Возьми посох в руки И почувствуй его энергию Почувствуй эту энергию Приведи ее в гармонию с духом Только после этого силы посоха Смогут слиться с твоими силами воедино Что особенного в этих кубках огня? Огненные кубки очень древние И уже много лет считаются пропавшими Говорят, они обладают мощной магической силой Но я в этом не знаток Если вдруг найдешь кубок Отнеси его моим братьям по ордену в Нордморе Они смогут рассказать тебе об этом больше, чем я Они разбросаны по всей карте Так что это уж Покажи мне свои товары Так, это че Ну-ка, давай-ка я все куплю Тебе я дам, что у меня тут есть Ой За все я дам За все я дам Не, незачем Так Ну, никогда, кстати, не пользовался Вот этими хренями Порошипаста, дубина Так 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 Волок странника Ну, это, который я забрал Изношенный Это вот баланс Поэтому у него не восстановился Ни хрена Нет Вот так Пока вроде нормально Что тебе я могу отдать Клыки Пуры О, шкатулки Нет пока Ладно Дальше баланс Сделка Закрыть Ну-ка, давайте-ка Где у меня Так, а я у тебя где взял-то Нет Я у тебя не это брал Так, погнили Ну-ка, а я у тебя Ну ладно Учтем Так Марло Не Марло А Мурло Так Куда А вот они где Алхимический стол Так Лечение слабости Напс Мясной жук Так Целебное зелье Целебное противоядие Есть противоядие У меня нет нужных ингредиентов Ну ладно Кстати, у меня-то есть противоядие Так Выносливость 50% Жизненная энергия Ману 50 Нет, нет Лечение слабости Вот это Вот это Помогу Ну наконец-то Излечился Да Добро пожаловать Иноземец Чем могу служить? Что ты? Может тебе нужна пища Одежда А может быть Крепкий глоток Шнапса Марло Продаст тебе Все Что необходимо Здесь На побережье Кто ты такой? Я Марло Я лучше купец На всем побережье От Ордеи До Капдуна Меня прежде всего Интересуют Драгоценности Серебро Золото Самоцветы Возьму все Зачем тебе это барахло? Я знаю Как превращать его В чистую монету А монеты Нам нужны Так что ты поможешь Доброму делу Если принесешь Мне побрякушки Откуда ты получаешь Свой товар? У нас есть В городах Свои люди Которые заботятся О поставках Сперва достань Нам немного Драгоценностей А там Они сами С тобой Свяжутся Что можно Раздобыть На побережье? Я могу тебе Дать Кое-какую Информацию Правда Не бесплатно А что есть В Кабдуне? У одного Толстого Алхимика В Кабдуне Есть Сундук В который он Складывает Свои Побрякушки Орки Расплачиваются С ним Своими Военными Трофеями Там есть Чем поживиться Покажи мне Свой товар Нет Тебя Вот так вот Возьму Отмычки Еще Пакел Ладно Один Возьму Суп Мясного Жука Тебе Че дам Ну Скатулку Давай Тебе Отдал Серебряный Кубок Что тебе Дорога Тебе Не нужны Ладно Баланс Сделка Закрыть Ничего Нового Так Так Руки Прочь Ой Ой Тоже Знал Ребята Тоже Знал Огненный Кубок Может Дашь У него Быть Поэтому И сохранился Обстанках О Точно Я же Забыл Так Я посохи Выучил А Нужен Навык Тяжелое Оружие Твои Там Может Здесь Меня Выучат Останец Повстанец Повстанец Так 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 А Новичок Что ты здесь делаешь? Я забочусь о поддержании боеспособности Редека Мы тренируемся Стараемся как можем Готовимся к борьбе с орками Вон тот отгороженный участок Это наша тренировочная площадка Покажи мне, как вы деретесь Ладно Я покажу тебе, как обращаться с оружием И ты станешь полезен нашему лагерю Ты научишь меня драться? О Ты еще не готов Ну и ладно Так держать Так держать Хорошо Хорошо Так держать Так держать Я хочу стать сильным бойцом на мечах Без проблем Сильный боец, хорошо владеющий мечом Не просто колотит своего противника Куда попало Он угадывает позицию врага Двигайся корпусом А не просто маши рукой Запомни это И применяй в бою Дольше проживешь Я хочу стать мастером боя с мечом Не спускай с противника глаз Некоторые удары можно блокировать Некоторые нет Научись их различать Тогда ты сможешь уклониться от удара Или даже опередить противника Вот тяжелое оружие Наконец-то Держи топор обеими руками И крепко стой на ногах Пары мощных ударов по корпусу Хватит, чтобы побить любого противника Я хочу стать сильным бойцом на топорах Топором Хорошо разрубать доспехи Ты можешь нанести противнику много увечий И повалить его на зим Покажи мне, как обращаться с тяжелым арбалетом Возьми арбалет за приклад, чтобы спокойно прицелиться Прижми его к плечу Первые несколько дней у тебя будет чувство, будто плечо отваливается Но уже через неделю оно станет как каменное Прицелься и нажимай на спуск Вот и все Да Я хочу эффективнее использовать тяжелый арбалет Учись определять скорость движущихся целей Стреляй по траектории цели Тогда ты поразишь ее и остановишь ее передвижение Если перед тобой несколько целей То не теряй времени порази все прицельными выстрелами И убей всех поочередно Научи меня отражать удары щитом Путь щита – это путь солдата Так что запомни Твой щит – твой лучший друг Поэтому всегда носи его с собой Он защитит тебя почти от всех нападений В том числе и от стрел Ах да, и вот еще что Никогда не держи щит и оружие в одной руке Научи меня сильному парированию удара щитом В армии Робара есть несколько действительно хороших щитоносцев Сильный щитоносец использует тактику блокировки Бей прикрывшись щитом А затем выставляй его вперед Но помни Ни один даже самый лучший щит Не укроет тебя от нападения сзади Так Убирают его, упаковывают в связки и где-нибудь складывают Понимаю Вы деретесь друг с другом на своей арене? Да, это самый лучший способ тренировки К сожалению, орки тоже так считают У них самих почти в каждом городе есть своя арена Боец, побеждающий в боях на арене У них высоко ценится Как именно происходят бои на арене? Вызываешь кого-нибудь на бой и выходишь на арену вместе с ним Как только вы оба вступили на арену, вперед! И это все? Не совсем Есть два правила Правило первое Тот, кто покинул арену во время боя, тот проиграл Правило второе Если один лежит на земле и больше не встает, то бой окончен Кто продолжает наносить удары или убивает противника, должен отвечать перед всеми Понимаю Так Теперь-то я тебя могу одеть Ну чё ж, давайте встанем Постоянись просто О! Ты здесь, но ведь В последнее время у нас в Рэдаке появилось много беженцев Но твоё лицо мне не знакомо Ты здесь командуешь? Я тут самый опытный, если дело касается борьбы с орками Поэтому в этом лагере повстанцев я что-то вроде предводителя Прекрасно Ты носишь доспехи паладина Я был паладином, пока орки не выиграли войну В последней битве при Венгарде я сражался за короля Теперь я такой же беженец, как и все остальные Чем я смогу вас поддержать? Есть много способов нам помочь Походи и поспрашивай ребят в лагере Нам нужно вооружаться Готовиться к революции В Кабдуне Что ты знаешь о Ксардосе? Не больше, чем кто-либо другой Говорят, он в союзе с орками Если хочешь что-нибудь разузнать Попробуй сделать это через их шаманов Проблема лишь в том, как сделать так Чтобы они вообще вошли в контакт с человеком Мы прогнали орков из Ордеи Этим мы обязаны тебе Хорошая работа Дальше мы справимся сами Но если ты хочешь нам помочь У меня найдутся и другие задания Давай Объясни мне насчет революции Городами Мертаны правят орки Однако некоторые из наших повстанцев Находятся в городах И скрываются в подполье Когда настанет время Они поднимут рабов и свободных людей На революцию Если ты хочешь нас поддержать Ты должен отыскать этих повстанцев-подпольщиков И выполнять их указания А кто повстанец-подпольщик в Кабдуне? Он скрывается среди рабов в Кабдуне Чтобы его не узнали Надеюсь, они его еще не вычислили Я не скажу тебе, кто он Для этого я недостаточно хорошо тебя знаю Но если хочешь завоевать его доверие Скажи ему, что тебя прислал Хавьер Ему в поддержку Расскажи мне о войне Об этом нечего рассказывать Когда мы, паладины Утратили рунную магию А магическая руда иссякла Мы перестали быть хозяевами положения Орки легко разделались с нами Мне нужно оружие Оно нам самим нужно Наш последний кузнец погиб в бою С тех пор наша кузница пуста Если ты знаешь кого-нибудь, кто смог бы занять его место Присылай его к нам Итак, кузницу обносим до того, как приведем кузнеца Потому что когда он придет, это будет его кузня И он нас еще обучит потом Давай Все бери Потом все это продадим, конечно Нам это не надо Зачем нам столько всего Хлам Все Стоять Отсюда исчезли ценные вещи Что-нибудь Нет Мы за тобой следим Хавьер Опер Что тебе нужно На твоем месте Я бы не отважился слишком углубляться в эти пищи Да я отважился Какая у тебя задача? Я часовой Вот и стоит Я караулю южный выход из Реддека В свободное время я тренируюсь на арене На всякий случай А что с этими пещерами? Что-то не так? Мы их еще не до конца обследовали Где-то на востоке должен быть еще один выход К сожалению, в восточных пещерах завелись твари Вот это бывшая шахта Возможно Но здесь уже много лет ничего не было Мы обнаружили здесь пещеры Нужно было только очистить их от пещерных тварей Будешь драться со мной Почему бы и нет? Потренироваться всегда полезно Я очищу восточную дорогу Это безумие, приятель Сначала подготовься как следует Пока Так, а что-то мне предложат Ни хрена Острая стрела Я даже не помню У меня, по-моему, был такой свиток Остря эта стрела Ладно Возьму на всякий случай Изделие выносливости возьму Один лук такой возьму Баланс Сделка Закрыть Пойдем драться Давай драться Хорошо Но не забывай, что это всего лишь Встретим сценарий Сейчас увидим У тебя ведь есть дела поважнее Я не хочу неприятностей Не создавай здесь лишних неприятностей Выглядишь так, как будто сможешь Выдержать пару ударов Не желаете ли небольшое состязание Цена арене Ты будешь драться со мной Здесь ты среди друзей Мы люди должны держаться Будешь или нет? Вот ты Выглядишь достойным противником Выходи со мной на арену Все ясно Что ж, покажи, на что ты способен Иди Драка Вот так На что я способен Эх ты, знал бы, на что я способен Ну что ж Ничего страшного Тебе не помешало бы больше тренироваться Я себя все-таки победил Норрису Он может показать тебе пару приемов Так, больше мы с него ничего не поймем Не поймем Ты выиграл бой Зрелый результат Кое-что ты умеешь Если тебе нужен товарищ по оружию То этот человек я Ты хочешь сражаться на моей стороне? Ты подаешь большие надежды Просто тебе нужно набраться еще немного опыта Я пойду туда, куда пойдешь ты И я буду бороться против тех, против кого борешься ты Если я тебе буду больше не нужен Просто отправь меня обратно Ну ты мне пока не нужен Так, теперь меняем лук Ну ладно Так, теперь я буду а ты достань вот преимущество то что валишь на всех без разбору это да и тот хорошо взять все вот так собираем собираем все так продадим ничего не оставляю взять все и камень взял репортации а кихтам 2 ползу на полу должно быть забрать все пойду воевать всем с кем ты его еще за нахрен лишь ты был когда я орков гасил давай 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 вот так блин пуру спущу спас что-то нету ползу на заменили зато посмотрите вот бак какой-то эти растения какие-то там корни деревьев не проработка или как он называется крыш до решила игры 3 крыша в это решила какие-то правильно называть игроманы игре о филы взять все слишком тяжело понимать аж испугался сисусы Так, за углом спрятался. Кстати, я даже еще этот огонь не испробовал ни на ком. Угненный шарл. Давай, давай. 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 Ползу. Всего один. Так, сейчас кузнеца приведем. Так, ну все оружие у меня. Это, по-моему, на всю игру уже хватит. Ну как. А лук, че у меня? Давай. Так, взять все. Кстати, там где-то грабители, по-моему, были. Карта большая, поэтому запомнить все тоже невозможно. Сейчас посмотрим. Это я куда бегу? Венград. Это то, что подожди. А тут монтеро. монтеро. Но мне до нее пока еще, по-моему, рану, да? Где-то тут бандиты должны быть. Ну блин, из этой большой карты, по-моему. И ума. Ты опоздал. Теперь все пропало. В чем твоя проблема? Посмотри, что творится на улице. Бандиты все у меня отняли. Будь проклят, Ортега и его банда. Вот это про ящики, которые я собрал. Что они у тебя украли? Я вез пять ящиков лампадного масла в Ордею. Бандиты Ортеги отняли у меня все ящики. Без масла я разорен. Так. Я верну тебе твое лампадное масло. Не разжигай надежду у отчаявшегося человека. Но если ты действительно найдешь мое масло, я не останусь в долгу. Вот получай свое лампадное масло. Спасибо, чужак. Я никогда этого не забуду. Возьми это в благодарность за твой самоотверженный поступок. Сейчас же отправлюсь в Ордею, пока у меня опять не украли мое масло. Главарь бандитов Ортега мертв. Это правда? Что ж, как-никак хорошая новость. Мало сна сорков. Так теперь еще и бандиты. Покажи мне свой товар. Что у тебя можно взять? Кузнечный молот на всякий случай возьму. Баланс, сделка, закрыть. Значит, вы не здесь сидите, не на этом перевале. Это там тролли будут. Все точно вспомню. Если, конечно, тот самый городишко. Только к нему всегда идут другими путями. Не посюда. Так, масло это вот у него за спиной. Там пещера, где я показывал в самом начале видео. Я что-то не понял. Пошел, тебя сожрали, что ли, или что? В чем причина твоих криков? Не понимаю. Сейчас разберемся. Опа. Уже не такая опасная, да, Падла? А вот она и пещерка ТАТ. Ой-ой-ой. Так что, отняли у него прямо. О, а там что? Что-то светится, как мотылек на огонек лечу. Ой. Ой-ой-ой. А я смогу его победить вообще? О, смог. Охренеть. Надеюсь, ты один тут был. На. О, господи. Как вас давно не было. Мясных жуков. С первой игры вами не питался. А во второй, не помню. Были мясные жуки? Беги ко мне. Ой, не беги ко мне. С товарищем прибежал. Охренеть. Так, это та дорога куда? Вау, торринг. Надо под... Я здесь потом побегаю. Зомби. Сдохни. С них я ничего не могу взять, да? Охренеть. 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 ómo gigantic. Подождите. Как-то он крутиться должен. Вот так measurements you really have. Охренеть. Вау, посмотрите. Охренеть. Как-то он крутиться должен. Ось так вот. взять конечно все взять к замку с нечистью там кстати у замка в нечисти два камня вести кузнеца нашего и обучился к кузнечному делу его нам не помню только отвести надо или нам же что за оружием выспаться надо где-то поспать потом все потом ребятишки олени не спят да взять и тут где-то нехило нехило да его пострелил где-то волки вольт ай-яй-яй-яй-яй убили игра убили игра убили повстанцам в редаке нужен кузнец это же прекрасно я опять смогу заниматься любимым делом но я ведь даже не знаю где находится редак я отведу тебя к хавьеру он главный в редаке спасибо тебе чужак сообщи мне когда пора будет идти хорошо плюшка не пришла последние я где-то по случайности завалил на вам спать связка оружие связка оружие а сколько связок то оружие надо найди так найдите огненные кубки для дексальдеса оружие для повстанцев 5 связок оружия нормально все можно идти одну то связку оружия у патруля забрал там где разбивал так сколько соберут олени у оленей у олени у олени у олени у олени у олени у олени у а от ягода маленькая кстати будет сбежавший раб вот с ним то надо будет аккуратнее его не надо сдавать потому что он вор по-моему и он обучит вас воровству давай давай хорошо при ухе нет порося порося я даже не знаю где он делал у тебя вон он у тебя позади блин пройти и можешь два шага идешь сквозь деревья даже ломится на храках хочет попасть сюда пойдем 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 ну давай после зачем ты меня будешь почитать что-то об алхимии взял и прочел пока ты спал ничего не у тебя не украл корни маны клев кузнец и теперь он будет работать на вас спасибо чужак теперь мы сможем увеличить наши запасы оружия тебе нечем заняться смысле нечем они тебе надо южный выход из радака свободен ты хочешь сказать что там больше нет этих тварей с ума сойти тогда мне будет спокойнее здесь у южного выхода спасибо за это я дам тебе пару золотых давай давай покажет чё у тебя ладно джой с тобой побольше ясно спит и ты аристов чего вот пять связок оружия отлично это нам поможет вот тебе немного золота за усердие занимайся лучше своими делами адский гриб и сразу чё спать лёг большое спасибо тебе чужак я никогда этого не забуду вот возьми это в знак моей благодарности расскажи мне что-нибудь о кузнечном ремесле продолжай в том же духе ты еще не готов к этому отсутствует навык и заточка клевиков что я должен знать о ремесле старателя тут многого знать не надо втыкаешь кирку в скалу и начинаешь рубить удары должны быть равномерными тогда ты сможешь получить больше кусков как заточить клинок подходишь к точильному камню и приступаешь медленно вводишь лезвие налево и направо и равномерно затачиваешь его от этого она становится очень острым покажи мне как выковать оружие из руды тут многого знать не надо принцип тот же что и при ковке оружия нагреть заготовку обработать охладить но конечно же для оружия из руды нужна заготовка из руды как правильно пользоваться тяжелыми доспехами многие допускают ошибку неправильно надевая доспехи все части доспехов должны быть плотно стянуты друг с другом конечно не так туго чтобы пошевелиться нельзя было но достаточно сильно чтобы в доспехах не было никаких щелей покажи мне свой и и полуторный мяч я пока давай-ка я тебе а создал это это немножечко вот этого два лука это убийца теперь здесь тем не пока вроде неплохо ни хрена да ладно так мне надо поспать что тебе нужно он не нужно но мне туда чего надо вот так поспали побежали вот вам и вся жизнь которая проходит в боях наемник какой-то нахреновым пустято наемник хороший покажет пока нет сперва пока нет пока нет сперва докажи что ты этого стоишь уйду я от вас злым слышу волнит опять давай сюда ни хрена выберем бежите-то до сбор очки то где-то здесь здесь меня волнуешь где-то и С тех пор, как здесь появились орки, путешественники стали редкостью ты заблудился или идешь в деревню какую деревню если пойдешь дальше по дороге в сторону просто для того как ответишь тебе опыт дают то придешь в Кабдун а что там там тоже что нынче и везде орки да наемники если тебе повезет ты сумеешь найти там работу что ты тут делаешь я охотник но времена настали плохие много волков мало дичи к счастью орки платят мне очень хорошую цену за волчьи шкуры ты можешь научить меня охотиться конечно могу только что я с этого буду иметь что ты хочешь принеси мне 10 волчьих шкур которые я смогу продать у орков в Кабдуне их очень много они так валяются их можно собирать а потом я покажу тебе как нужно охотиться вот вот все волчьи шкуры давай поглядим качество отличное я бы дал за них хорошую цену если хочешь я научу тебя охотиться конечно хочу расскажи мне что-нибудь об охоте ни хрена да пока покажи мне свои товары баланс сделка закрыть сейчас мы нахрен за балками будем охотиться здесь взять где ты это раб так вот так вот так октали на побережье еще не был а позже сходим давай дальше как это белья поклоняются бельяру блин бельяр так магическая сила выносливости подожди так вот какая-то из них кстати бельярская так это чё нас огненный дождь благословите оружие метеор а вот призывы вот магия заклятье вот эти вот бельярский точно знаю тут нейтральны какие-то давайте попробуем бельяр даруй я еще не готов к этому я еще я еще хочу надо сделать то да я еще да я умею понятненько посмотреть потом как-нибудь почитать молиться надо или что-то за орков несколько миссий пройти или чё так вот это гор если вы его с вы можете сдать сдать его тогда от ассасинов получите что кто чего тебе надо поддержку а ты что здесь делаешь приятель спокойнее я просто собираю кое-какие травки травки есть у тебя что-нибудь стоящее ну конечно у меня есть несколько целебных растений куска жареного мяса у тебя случайно не найдется конечно на 8 отлично спасибо дружище в целебные растения из нас бы вышла хорошая команда ты и я как мне найти здесь растения да это проще простого только надо знать где искать например на горных склонах если очень повезет можно найти целое поле растений ответа не похож на травм не похож хорошо приятель ты прав я раб я сбежал из кабдуна ты нашел меня но это не причина для опрометчивых действий но я нихрена и не сделал тебе пора идти вот так конечно все взять сломана сломана что у нас здесь да 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 и слишком тяжело но ничто сейчас выучить и тогда можно будет уже начинать лучше и диета у нас обоих будут неприятности о новое лицо я наемник мое имя сайлас я вот с востока один корень и к который пытается заработать я знаю это у всех так сходи к буфорду может у него найдется для тебя работа если мне повезет получишь мою работу кто такой буфорд он здесь начальник по меньшей мере у наемников в общем если ты не орк и принадлежишь ку руку то он твой единственный шанс чтобы как-то утвердиться здесь ты найдешь его в конце главной улицы чаще всего он стоит перед своей избушкой что ты тут делаешь я должен следить за рабами недавно один из них смылся с этого времени мы не имеем права оставлять рабов без присмотра даже на секунду что тут есть в городе городе капдун конечно большой на точно не город здесь нет даже приличной пивной но здесь хотя бы работу дают ты человек с востока какая тебе пивная не выделывайся здесь понял только чтобы выпендривался кто-то отдохну немного еще не хочешь отсюда уходить плана идем пойдем пойдем иди он эти кажется несколько золотых монет придутся тебе как нельзя кстати кто ты я служитель бельяра ассасин раньше я жил на юге по ту сторону границы я пришел в вашу страну чтобы предложить оркам свои услуги в качестве охотника за рабами ты продаешь людей в рабство оркам это просто работа как и любая другая совсем недавно я даже продал оркам самого настоящего паладина ты продал оркам паладина только что сказал запланировал в маяке его там орки допрашивают я получил за него приличную сумму снаряжение его конечно игра шаломанова не стоила негодная броня ничего не стоящий кубок и еще какая-то мелочь вот первый огненный кубок а где сейчас снаряжение пойманного паладина уркраса он дал мне за него несчастных 50 золотых что я должен сделать за это один из моих рабов паршивый ублюдо харек сбежал я не могу тут все бросить поэтому мне нужен кто-нибудь кто поймает этого парня как насчет тебя ты вроде не похож на очень брезгливого я поймаю харека где он если бы я знал я в его уже давно поймал он скорее всего еще где-то поблизости может кто-нибудь видел его возле города жизнь охотника за рабами кажется очень выгодно помоги мне и может быть я расскажу тебе об этом побольше и так давайте-ка поможем бедолаге я отведу тебя назад к твоему хозяину гамалю ну черт и приятель не торопись я не хочу неприятностей давай поговорим что ты можешь мне сказать я сам из этой дыры и наверняка смог бы тебе кое чем помочь ну так что хочешь получить пару жалких золотых за мою голову или поможешь мне выбраться отсюда куда ты собрался отведи меня в деревню к охотнику енсу спрячусь у него на некоторое время а заодно смогу и прилично поесть рука руку моет может быть я и трус но зато я ловкий и изворотливый если ты мне поможешь то может быть я смогу продемонстрирую тебе такой кому акробатика акробатика да давай давай хорошо пока нас там не видят ну как ли это словно они нас не видят он по идее потому что волки были бы и нам не бы пришлось охренеть как попотеть я привел тебе гостя харику нужно на некоторое время скрыться понятно пусть пока он побудет у меня спасибо приятель я у тебя в долгу об этом если мне что-нибудь от тебя понадобится согласен возьми хотя бы эти напитки они тебе пригодятся акробатика за что не хватит покажет актер нет надо продать так это пинжал ассасина отравлены вот и все теперь у меня хватает я хочу научиться акробатики владение своим телом это дело тонкое оно поможет тебе выжить при падении с большой высоты напомни что ты не бессмертен помню что я не бессмертен давайте войдемте в город и так шкуры можете волчьи вот собирать которые весить 10 надо собрать они вот так разбросаны вот так по городу по самому походите поэтому не обязательно вам волков убивать давай 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 собирай вниз у меня пока еще рановато потом схожу блин точно помню что тут выросло где-то было эй ты иди сюда мои товары до сих пор не пришли что же вы наемники делаете целый день но замолчи я хочу чтобы ты вернул мои товары и не дай бог ты появишься тут раньше этого времени какие товары ты ждешь три больших ящика на которых стоит мое имя большие крепкие деревянные ящики вы глупые наемники позволили украсть их вшивым бандитам с побережья мои товары наверняка еще там ступай и забери их так послушал бы ты моего совета а у меня что там какие-то ящики думаю это принадлежит тебе значит так давай это сюда хорошо на подбережье забрал уже проваливай а что насчет вознаграждения вознаграждения ну ладно вот возьми золото а теперь исчезни ну а можно было украсть покажи мне свой товар давай а вот тебе вот продам конечно почему нет и вот это наверно продам да знаю я знаю а ты здесь недавно до пришел чтобы работать на орков у тебя есть здесь право голоса да но только среди наемников в городе хозяевами являются орки но быть не наемникам орков совсем даже неплохо что насчет тебя такой сильный парень как ты может мне пригодиться а что если я хочу присоединиться к наемникам хорошо послушай уважение орков это твоя самая твердая валюта каждом городе королевство на самом верху сидит орк здесь кабдуне это урок если ты убедишь орков разрешить тебе поговорить с главным орком тогда считай что у тебя все получилось и енс охотник считает что ты можешь пригодиться а у тебя есть для меня работа у тебя есть для меня работа возле города рыска и целая стая голодных уже не рискует они с удовольствием сожрут пару рабов и оркам это точно не понравится найди голодных волков и прикончи их как мне завоевать уважение орков окажи им услугу когда-нибудь тебя пригласят на прием к уруку я буду следить за твоими деяниями ты разделался с бандитом ортегой это большой подвиг за это я дам тебе еще золото давай где я могу еще быть полезен поговори с начальником снабжения декардом у него всегда много работы к тому же ты можешь получить у него новое снаряжение где мне найти начальника снабжения декарда иди в сторону маяка за большим складом урк раса найдешь нашу маленькую хижину наш начальник снабжения присматривает там за скарбом ты научишь и в виде себя или пойдешь на корм рыбам да я вообще то чей это дом здесь живет урк он глава города только не вздумай пройти через эту дверь без разрешения понял а я понял так сая голодных волков значит не всех и перебил и и и и и и берешься у все блин там еще кто-то давай 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 открывай ну вот так ой 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 сколько вас там вот так давай 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 бери 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 вот так на тебе все испробовал слишком тяжело слишком тяжело понятно ой как далеко иди там ну агры Ну и где вы? Да не- Нееет Давай ждем, когда вы снова придете ко мне Вот так Ну? Где твой собрат? Твой собрат О, упал А если в нем что-то хорошее было, ключ какой-нибудь? Блин Блин Да Так, поохотились немножечко, ладно Господи, кого тут блин? В пещере то я ищу Выжиг учета охраняли Золотой кубок, шкатулка Сырое мясо Чего пожарил? Довольно Так Так Потом Потом сюда приду Надо запомнить что сюда прийти надо и все Где у меня билия защита от ударов Защита от клинков Вот Репутация Это Орки Повстанцы А я че-то Ржавый меч Режавый меч Режавый меч а куда мы переплываем и оказываемся да только там лес почему-то показывал видно у меня лес там же пустыня должна быть ну ладно я по крайней мере вот отсюда переплывал и пробирался с другой стороны так что маленько по-другому я тут сыграл блин и все мое не загрязнет ну пойдем посмотрим сейчас кто там еще остался блин все равно высоко еще это которого я подбил не хотелось туда идти в сейчас опять опять уберем дракон внизу дракон так где у меня свет только давай-ка посмотрим ничего такого нет напугал меня прибежал на свет тихо а все взять ничего не отдаем давай переодевайся ой а чё это все а и где вы и тихо 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 кто ждал что у вас он до хрена кто это вообще делали в подземелье только это где как так туда-сюда берем берем ахрен то там я допрыгну ладно орка 2 граф там и там побили давайте посмотрим что там есть кундуки слишком тяжело сломано понятненько это я дониза еще не добрался надо будет в город и а кстати где-то камень телепортации же должен быть только где потому что камень телепортации есть в каждом горе а волки не надо волков еще убить переодевайся переодевайся тебе гуля черепахи ничего вот так вот близко подошел и на тебе да да так все никаких пещер тут нету переодевайся тебе сказал на спрятался на черепашку ну-ка подальщик о где-то но я слышу тебя покажись вот он вот все наконец-то выполнил пойдем покажи мне свои товары посмотрим что это у тебя это я хотел взять это не помню чё и баланс сделка закрыть у нас тут сейчас порадуем его я уверен что у тебя еще есть дела тут у нас кто почему-то пока никого а вот у этого есть имя и не просто так когда не видел как убирают свиное дерьмо и оставь свои дурацкие ухмылки ясно почему ты все время роешься в дерьме почему потому что меня к этому приговорили орки я говорил тебе прекрати свои дурацкие ухмылки ты ведь не всегда был свинопасом верно мало ли кто кем был до войны спроси всех тех кто еще не сдается до войны до войны я состоял в дружине этого города и нас знает что я все отдал бы за то чтобы вернуть старое доброе время ты член повстанческого подполья повстанцы мне противно это слово наконец-то простые граждане которые в своей собственной стране не желают никому покоряться меня прислал хавьер значит в редаке ты тоже уже побывал приятно знать что редак вообще еще существует спасибо за новость когда наступит революция в одиночку мы не справимся у орков численные превосходства одного очень сильного паладина держат в плену наверху на маяке с его помощью я бы рискнул атаковать орков чем я могу вам помочь жизнь всегда небезопасна итак кого я должен убить нет ты должен достать нам оружие ничего особенного просто три связки оружия три связки они кстати где то есть подожди-ка чего тебе ты берешь то что тебе нравится как вор и это мне по душе хочешь работу что это за работа в лагере уркраса есть пара тройка золотых бокалов ими хотят заплатить за новых рабов если ты позаботишься о том чтобы они исчезли я научу тебя взламывать замки почему я должен воровать для тебя если тебе даже украденное не нужно мы воры все время находимся в поиске людей которые владеют нашим ремеслом лучше чем мы сами вполне возможно что я чему-нибудь у тебя научусь ну-ка расскажи мне о ворах мы повсюду и нигде всегда в поисках удобного случая обычно мы знаем где можно хорошо поживиться и охотно продаем наши знания как мило не правда ли поэтому я и стал вором как мне узнать вас таких людей как я можно узнать если задать правильные вопросы на такой ответ я и рассчитывал итак у нас есть три кубка кстати вот шкуры все еще валяются которые нам надо стащить это ладно это по моему нам на арену до их вызвать можно побиться или что ты здесь совсем недавно да тогда слушай если тебе что-то нужно ты приходишь ко мне орки с кем попало не торгуют ясно ясно буфорд послал меня он сказал что ты дашь мне снаряжение он так сказал на буфорда это совсем не похоже здесь нет ничего бесплатного понял сперва поработай на меня а потом поговорим о твоем снаряжении у тебя есть работа для меня конечно ты можешь прямо сейчас добыть мне пару вещей мне нужны целебные снадобья 3 будет достаточно хотя последнее время здесь в кабду не достаточно спокойно но будет лучше если мы подготовимся вот тебе тебя спасили на первое время хватит если тебе понадобится снаряжение ты знаешь где меня найти мне нужно тогда посмотри что пока нет пока нет сначала да ты парень что надо и сначала так максимальная выносливость ну вот так вот я думаю а тебе а тебе ну и вот это наверно давай афотичные нитки мы тебе не хватает какой жадный баланс сделка закрыть на твоем месте я бы сразу свалил отсюда почему здесь нечего делать и золото не женщин и шнапсы вечно нет ты можешь себе такое представить ночная вахта и без шнапса единственное развлечение здесь это бои на арене возле башни чем бы ты хотел заняться вместо того чтобы нести ночную вахту мне самое лучшее это выдержать настоящий бой с бандитами что ты имеешь ввиду и еще не слышал про артегу он главарь бандитов в прибрежной области этих бандитов целая куча я завалил его с ним и сделал их ряды пореже артега мертв что правда жаль это думал что сейчас все только начнется да значит я снова пойду стоять ночную вахту был шанс избавиться от сайруса ты все так же ноешь если ты дашь мне бутылку шнапса мы станем с тобой лучшими друзьями декарт никогда не раскошелиться чертов скряга у меня есть для тебя бутылка шнапса как раз то что мне нужно спасибо друг все в порядке сейчас мне надо еще кстати вот давайте-ка попробую кубок украсть он где-то вот руками телепортации так сейчас отчитаемся у того завал я ник снабжение декарт очень рад снадобьем хорошая работа я убил голодный я убил голодных волков ты позаботился о волках совсем даже неплохо вот ты и и и и и и и и уже может быть и там наверху здесь там уж точно нету вот смотрите там немножко золото конечно есть взять все помню тут еще есть так у меня пока связок оружие не так уж много золотые бокалы исчезли я знал что тебе это понравится но золотые бокалы ты можешь сбыть любого торговца за хорошую сумму хорошо если тебе понадобится работа отправляйся в ардею сторож джек на башне выудил у повстанцев порядочную сумму денег ясно расскажи мне что-нибудь о воровском промысле ты еще не готов к этому как не оправдываться это полезно когда у тебя проблемы с охраной главное уверенность говори твердым голосом и смотри собеседнику прямо в глаза потом скажи что-нибудь весомое вот только не мямли я могу все объяснить расскажи мне что-нибудь об искусстве торговаться нет я не могу этого сделать тебе придется заплатить побольше слушай я тебе заплатил так что давай научи меня послушай ты можешь это сделать когда будешь торговаться увидишь что тебе предлагают цены получше научи меня как взламывать тяжелые замки понятно хочешь добраться до действительно ценных вещей я хочу же отмычку кончиками пальцев так ты будешь ее лучше чувствовать по шороху ты можешь понять в правильную ли сторону двигаешь замочный механизм покажи мне карманную кражу самое главное это отвлечь внимание вовлеки свою жертву в разговор и даже не представляешь насколько небрежно некоторые люди относятся к своим кошелькам иногда их можно запросто вытащить из кармана покажи мне как выполнить сложную карманную кражу без проблем на это у тебя есть талант по сути дело все то же самое что ты делал во время своих прежних краж отвлеки и хватай смотри человеку прямо в глаза большинству людей это неприятно и они отвлекаются а потом хватай кошелек это того стоит ну чтож на этом все подписывайтесь на мой канал ставьте лайк оставляйте комментарии увидимся в следующем видео пока